Друзья, добрый день! И мы начинаем видео о четвертом продукте Siberian Supernatural Nutrition. И это как раз продукт для тех людей, которые испытывают постоянные перегрузки, для людей, которые, возможно, руководят компаниями или бизнесами, когда ты имеешь ответственность не только за себя, но и за большое количество других людей, когда ты принимаешь решения нон-стоп, когда ты работаешь в режиме многозадачности. Кстати, как раз сегодня я читала «Ведомости», и там была хорошая статья, что руководители компаний, они даже в состоянии покоя, когда они не находятся на работе, они испытывают примерно такой же уровень стресса, как обычные люди после ДТП. То есть вы понимаете, про какой уровень стресса мы говорим, и поэтому как ты понимаешь стресс? Когда заходит речь о стрессе, все почему-то ссылаются на то, что нам так не повезло, что мы живем в больших городах, что у нас такая многозадачность, что на нас сваливается огромное количество раздражителей, которых никогда раньше в истории человечества не было, что вот мы такие бедные несчастные попали вот в эту жизнь, и стресс — это совершенно неизбежная часть нашей жизни, и мы должны с ней как-то мириться, мы должны его как-то глушить, мы должны как-то с ним справляться. Но на самом деле я сразу хочу сказать, что ничего сверх необычного в воздействии раздражителей на наш организм на самом деле нет. Если мы посмотрим на природу и посмотрим на дикую часть, где существуют хищники, где существуют жертвы, то животные там испытывают уровень стресса намного больше, чем мы с вами, потому что у них этот стресс — это вопрос жизни и смерти. Я смогу выжить или нет? Я смогу найти еду и, соответственно, продолжить существование, или я умру? Вот там какой уровень стресса. И тем не менее, если вы бывали в дикой природе, ну, например, в той же самой Африке, вы совершенно четко понимаете, что у животных нет вот таких глубинных стрессорных нарушений. Они пережили определенный очень сильный стресс, но они очень быстро восстанавливаются. Именно благодаря этому они и живут. То есть если бы они страдали от вот этого разового стресса так, как страдаем мы, то, наверное, никакой эволюции бы и не случилось. То есть вопрос тут не в уровне стресса, не в количестве стрессов, не в том, как он постоянно или непостоянно воздействует на наш организм, а в том, как мы с вами можем с ним справляться. У животных отдельная история, мы про них не говорим, мы говорим про человека. Человек вполне может справляться с самым жестким стрессом, с самым сложным по своей структуре стрессом, с большой многозадачностью, с хроническим стрессом. Он справляться может. В его организме есть все. Во-первых, у него есть центральная нервная система и головной мозг, который при адекватном анализе может ему помочь выработать свое отношение к стрессу. Да, это будет сознательное отношение к стрессу. Его нужно вырабатывать, это нужно понимать, и этим можно управлять. Но мы об этом говорить не будем, потому что это отдельная тема психологического разговора. Но тем не менее, вот у нас есть первая часть, которая связана с тем, что в отличие от животных у нас есть центральная нервная система, с помощью которой, с помощью анализа, мы можем оценивать, что на нас повлияло негативно и как это устранить или как это снизить. Многие люди не относятся к стрессу сознательно, и это очень плохо. Но есть и вторая часть, та самая, которая присуща и животным, и нам с вами, потому что мы тоже в основе те же самые животные организмы. И вот эта часть, она гораздо более простая для использования в жизни, но ее тоже нужно понимать. А связано это вот с чем. Вот мы считаем, что стресс – это исключительно нервы. Вот у меня такая организация нервной системы, что я вот так повышенно реагирую на любой стресс, и я не могу потом долго от этого отойти, вот мне так не повезло с природой. Да, действительно, конечным элементом развития стресса являются непосредственно нервные клетки, нервные импульсы и сами нервные стволы. Вот это анатомическая часть стресса. Она нам дана от природы, мы на нее повлиять никак не можем. То количество клеток, которые у нас есть, то количество нервных столов, которые у нас есть, и та система, как они работают, это нам дано от природы. Но многие люди не понимают того, что на самом деле это лишь конечная часть процесса, потому что нервные клетки, нервные процессы существуют не сами по себе. Они управляются определенными биологически активными веществами, которые носят название нейромедиаторы. Именно выделяя определенные химические вещества, наша нервная система и работает. Ну вот самый яркий пример – адреналин или норадреналин. Все мы знаем это слово, все мы знаем, что это ответ на какое-то стрессорное воздействие, выброс большого количества адреналина. Но это не нервные клетки, это непосредственно химическое вещество. И от уровня этого адреналина и зависит наша реакция. Но нужно понимать, что в любых процессах, и в данном случае в этих тоже, у природы все уравновешено. У нее есть возбуждающие нейромедиаторы, и у нее есть успокаивающие нейромедиаторы. И именно у животных так и происходит. Вот заяц убегает от волка, переживает жутчайший стресс на грани смерти. У него выделяется в кровь огромное количество адреналина, норадреналина. И причем выделяется в кровь не просто так, чтобы он чувствовал стресс. Это лишь конечная часть всего этого процесса. А норадреналин, адреналин выделяются в кровь прежде всего для того, чтобы запредельно активно работали мышцы, чтобы он мог убежать, чтобы у него активно шел кровоток, обеспечивая мышцы большим количеством кислорода и крови. И вот этот заяц убегает от стресса. и буквально через полчаса он уже огурчик. Потому что в ответ на осознание того, что он убежал от стресса, организм выделяет в ответ огромное количество успокаивающих нейромедиаторов. И это тоже делается в нервной системе. То есть вот выделился только норадреналин, адреналин, животное понимает, что все, стресс прошел, и организм в ответ выделяет огромное количество успокаивающих веществ, чтобы организм пришел в норму, и животное дальше начало, например, есть. Потому что ведь оно потратило огромное количество энергии и сил на то, чтобы убежать от стресса. Вот и все, вот в норму пришло. Огромный всплеск возбуждающих нейромедиаторов и сразу вслед за этим огромный всплеск успокаивающих. В принципе, и человек то же самое ощущает очень часто. Ну вот вспомните, например, эффект американских горок. Вот вы катитесь вниз, у вас выделяется огромное количество норадреналина, адреналина, вы чувствуете страх, ужас, кошмар, и вот вы приехали, и вас отпускают, и вы чувствуете огромную радость. Почему? А потому что выделились успокаивающие нейромедиаторы. И вы поэтому чувствуете радость, и у вас сразу пропадает вот этот весь страх, все ощущение стресса. Вы опять нормальный человек, и вы опять готовы скатиться вниз с этих американских горок. Это упрощенный пример. Но в принципе вот так устроен наш организм. И, соответственно, наше расприятие стресса и наша способность выйти из стресса зависит вот от этих качелей. Сколько выделилось возбуждающих нейромедиаторов, и сколько в ответ выделилось успокаивающих. Если у нас все в норме, то мы спокойно можем адаптироваться практически к любому стрессу. И вот здесь самый важный вопрос. Откуда они, эти нейромедиаторы, берутся? И вот многие удивятся, они берутся в том числе из нашей пищи. И вот сейчас самое время перейти к составу данного продукта, чтобы поговорить о том, откуда берутся эти самые успокаивающие нейромедиаторы. Ну, давайте, например, возьмем такой компонент данного продукта, как магний. Казалось бы, что такое магний? Какой-то минерал. Причем тут стресс, магний и так далее. Но на самом деле магний – это один из самых универсальных антистрессорных веществ в нашем организме. Магний мы получаем из пищи. У нас в составе пищи должен соблюдаться баланс кальция и магния. Кальций – сам по себе нейромедиатор, не нужно так думать. Но он готовит наши органы и системы к восприятию возбуждающих акций. Например, выделился норадреналин, и кальций сужает сосуды, повышает нервное давление. Мы, соответственно, можем выполнять вот эту функцию ухода от стресса. Кальций – это возбуждающий минерал. А магний – это расслабляющий минерал. И если в нашей пище недостаточное количество магния, а кальция мы обычно получаем в очень больших количествах, возникает первый дисбаланс. Кальция у нас много, реакция на норадреналин, адреналин, другие возбуждающие нейромедиаторы у нас будет моментальной. А магния недостаточно. И, соответственно, восстановление, расслабление, расширение кровеносных сосудов, снотворного эффекта у нас не будет. Магния недостаточно. И, соответственно, вот вам простой пример. Вот пища, вот магний. Если мы получаем адекватное количество магния с пищи, мы тем самым наш организм подготавливаем к расслаблению, к восстановлению после вот этих ударных воздействий, стрессорных процессов, которые происходят в организме. Это вот я вам сейчас привожу самый простой пример, потому что его может понять любой человек. Действительно, магний мы получаем из пищи, и он крайне важен для нормального восстановления после стресса и для нормального сна, например. Многие люди страдают от стресса именно потому, что у них нет нормального полноценного сна. Они не могут полноценно выспаться, потому что во время полноценного сна как раз и вырабатываются очень многие восстанавливающие нейромедиаторы. А для полноценного сна обязательно требуется адекватное количество магния в нашем организме. Вот вам первый пример. В составе данного продукта магний присутствует в органической форме в виде аминокислотного хилата. Ну, то есть мы на максимально усвояемая форма. Это безглицинат магния. И это не просто так. Да, это аминокислотный комплекс, он очень легко усвояется, и это очень хорошо. Но нам важен не только магний в данной молекуле. Нам важна и вторая часть. Глицин, аминокислота. Казалось бы, тоже обычная аминокислота пищи, которую мы получаем из разных продуктов. Но оказывается, что глицин — это тот самый нейромедиатор, восстанавливающий действие. Он оказывает успокаивающее, релаксирующее воздействие на центральную нервную систему и на периферическую. Соответственно, чем больше глицина мы получаем из пищи, тем более интенсивно идет восстановление. Особенно после каких-то стрессорных воздействий. Глицин — классический успокаивающий нейромедиатор, который используется нами вот в этой системе стресса. Резкий плюс, потом резкий минус. Все, мы восстановились до нормы, мы опять готовы воспринимать жизнь чистого листа. Или, например, такой важный элемент восстановления нормального состояния нервной системы, как серотонин. Многие слышали про серотонин. Это один из гормонов удовольствия, наряду с дофамином, который регулирует наше настроение, наше отношение к жизни. Вот существует такой термин, как позитивное отношение к жизни. И, конечно, мы можем и должны сознательно вырабатывать позитивное отношение к жизни, позитивное отношение к негативным факторам, в том числе к тем же самым стрессам. Сознательная часть важна, но мы должны понимать, что без биохимической части мы ничего не сможем сделать. И поэтому многие люди говорят, я пытаюсь выработать позитивное отношение, у меня ничего не получается. А потому что, видимо, страдает биохимическая часть, недостаточно того же самого серотонина, например, который помогает нам оптимизировать настроение, который помогает нам выходить из тяжелых ситуаций, который нам помогает выходить из стрессорных провалов. Серотонин синтезируется в нашем организме. Это естественное вещество, которое есть в нашей нервной системе. Но синтезируется он из каких-то предшественников. Вот это очень важно понимать. Он не берется в готовом виде. Для того, чтобы он нормально синтезировался, мы должны из пищи получить определенное количество предшественников, из которых нервная система синтезирует серотонин. И вот один из таких предшественников – это гидрокситриптофан, который входит в состав, например, тоже нашего антистресса, стресс-релиф. Гидрокситриптофан, поступая в организм, выступая в центральную нервную систему, стимулирует синтез серотонина. Чем больше мы его получаем из пищи, а это, опять же, нормальное вещество, которое должно присутствовать в нашей диете, тем больше количество серотонина естественным образом будет синтезироваться в нашей нервной системе. Тем более спокойно мы будем относиться к трансторным перегрузкам. Это гормон удовольствия. Уже одно это слово говорит о многом. Или, например, такой компонент, как эльтианин. Еще один компонент, входящий в состав стресс-релиф. Эльтианин – это тоже естественный природный компонент. Мы его, например, получаем из крепко заваренного зеленого чая. Здесь тоже очень важный момент. Все говорят, мы пьем зеленый чай, но нужно понимать, что зеленый чай зеленому чаю рознь. Вот зеленый чай к нам пришел из Китая, из Японии. И вот для того, чтобы понять, как правильно пить и заваривать зеленый чай, вы должны съездить туда и посмотреть, например, на такой неизменный атрибут японской диеты, как зеленый чай мача. Вот это очень важно понять, потому что они, по сути дела, используют зеленый чай полностью, со всеми листьями, со всеми биологически активными веществами, которые там содержатся. В западном же мире считают, что зеленый чай чуть-чуть перезаваренный. Это очень горько, невкусно. И предпочитают пить какую-то жижу. Так вот, возвращаясь к листьям зеленого чая. Эльтианин – это ключевой компонент листьев зеленого чая. Он по своей структуре очень сильно напоминает такую аминокислоту, как глутамин. Опять же, мы с вами говорим о том, что мы вернулись к пище. Глутамин мы получаем из пищи. Глутамин поступает в центральную нервную систему и выступает там в качестве, внимание, возбуждающего нейромедиатора. Он активизирует процессы, приводящие к возбуждению нервной системы. Он как раз отвечает за вот эту сторону стресса, которая мобилизует все наши внутренние ресурсы для того, чтобы уйти от стресса. В нашей жизни слишком много стресса. Нужно как-то его нивелировать. Так вот, эльтианин по своей структуре очень похож на глутамин. И попадая в нервную систему, он связывается с рецепторами глутамина и блокирует их. Но поскольку это не глутамин, он не вызывает возбуждающего воздействия. А заблокировав рецепторы, он не дает воздействовать нашему собственному глутамину. Тем самым предотвращает его возбуждающее действие. И вот таким опосредованным образом снимает излишнее возбуждающее действие у современного человека. Вы, кстати, наверное, прекрасно знаете, что если заварить черный чай, вы получите очень большое возбуждение. Вплоть до сердцебиения, особенно если это очень крепкий чай. И это понятно почему. Потому что тот же самый кофеин, опять же вспоминаем пищу, является стимулятором синтеза адреналина и норадреналина. Это классическое пищевое вещество, играющее на стороне возбуждения. Кофеин. Так вот, в черном чае кофеин, он в чистом виде. Благодаря ферментации он выделяется, и он очень быстро усваивается организмом человека. А зеленый чай, его не ферментируют. Это, по сути дела, просто высушенные листья. И вот в этих высушенных листьях, с одной стороны, кофеин очень плохо усваивается, он связан в состоянии там находится. А с другой стороны, в зеленых листьях л-теанин не разрушается, он там остается. И поэтому, принимая зеленый чай даже вечером, мы можем спокойно уснуть. Потому что кофеин не оказал своего воздействия, а л-теанин оказал, наоборот, расслабляющее воздействие, заблокировав возбуждающее действие глутамина. То есть, понимаете, да, мы с вами говорим просто о пище, о чае, о какой-то еде, содержащей магний или глицин, или трептофан. А на самом деле мы говорим с вами о блокирующем воздействии на возбуждающие нейромедиаторы. Вот что такое правильная пища и адекватное содержание тех веществ, которые влияют на процессы возбуждения в нашем организме. Юрий, скажи, пожалуйста, а есть что-нибудь похожее на рынке? Вот если я хочу бороться со стрессом, что я могу найти для себя? Ну, на самом деле, все, что мы сейчас перечисляли. Магний, глицин, л-теанин, гидрокситрептофан. Все это, в принципе, можно найти на рынке, потому что это давние игроки этой индустрии. Здесь только очень важно обращать внимание на то, что, во-первых, были адекватные дозировки. Мы всегда про это говорим, и мы всегда акцентируем внимание, что недостаточно просто назвать название какой-то травы, или недостаточно просто упомянуть какой-то ингредиент. Необходимо сразу сказать, в какой дозе вы его собираетесь применять. Потому что если это низкие дозы, или это вообще отсутствие какой-либо стандартизации, вы не получите никакого эффекта. Вот относитесь к этому как к аспирину. Вот вы пришли в аптеку, вы понимаете, что 500 мг аспирина – это нормальная действующая доза. И если вам вдруг предложат какую-то таблетку, и скажут, а мы не знаем, сколько там аспирина содержится, но стоит очень дешево, вы не обращайте на это внимания. Нет действующей дозы, значит, нет эффекта. Вот здесь то же самое. Итак, первое, на что вы обращаете внимание, на дозировку, а второй момент очень важный. Если вы зайдете в аптеку, вы все эти названные мной ингредиенты увидите в виде монопродуктов. И это тоже крайне неправильно. Потому что наша система, о которой я сейчас вам рассказывал, противодействие стрессу, она ведь состоит из таких больших количеств разных нейромедиатров не просто так. Они все действуют в одном аккорде, они все должны присутствовать для того, чтобы мы нормально восстанавливались от стресса. Там должно быть и достаточно серотонина, и достаточно глицина, и достаточно магния. А если мы по-разному это применяем и думаем, что вот в этот месяц магний, а на следующий месяц глицин, а потом у нас что-то еще, то мы не получим эффекта. Это все элементы одной сложной системы. И они все должны в одинаковых дозировках вместе присутствовать. Я правильно понимаю, что преимущество стресса релива с тем, что все эти продукты в одном? Во-первых, все, что мы сейчас назвали, они в одном раз, и они в адекватных действующих дозировках. Если вы возьмете данный продукт и посмотрите на табличку действующих веществ, вы увидите там цифры 75, 80, 100, 150 процентов от рекомендуемых дозировок. Есть и второй очень важный момент. Раз уж мы говорим о том, что это инновационная серия, то, конечно, в нем обязательно должен присутствовать какой-то инновационный компонент. И вот этот инновационный компонент, по сути дела, впервые вы его встречаете на рынке СНГ, это гидролизат лактопротеина с фирменным названием «Лактиум», потому что это действительно инновационный компонент, который заслуживает своей торговой марки. И он разрабатывается такой знаменитой компанией, как «Ингридия». Это французская компания, специализирующаяся в производстве белковых концентратов, белковых изолятов, выделенных непосредственно из молочной сыворотки. И вот одним из ее инновационных компонентов как раз является лактиум, входящий в состав данного продукта. Что такое лактиум и как он действует? И это тоже очень интересная часть. И опять же я начну с того, что опять же мы с вами заговорили про питание. То есть все, о чем мы сейчас говорим, не относится к какой-то фармакологической субстанции, не относится к каким-то искусственным воздействиям на организм. Вот многие люди, сталкиваясь со стрессом, идут в аптеку и покупают какие-то антидепрессанты, какие-то синтетические снотворные, какие-то синтетические вещества, думая, что они тем самым помогут своему организму. А на самом деле нужно восстановить то естественное, что у них должно быть. А потом уже, если не помогло, думать о каких-то более серьезных воздействиях. Так вот, возвращаясь к лактопротеинам. Идея поиска действующего вещества родилась после наблюдения за тем, как маленький ребенок, приняв определенное количество грудного молока, тут же засыпает. Вы, наверное, всегда сталкивались с этим, и видели, и есть такая поговорка, спит как ребенок. То есть достаточно ему выпить грудного молока, все, он вырубается на 2-3 часа и не просыпается. И ему никакие стрессы-то не страшны. Специалисты компании «Ингриди» стали изучать, что такого может быть в обычном молоке, что может так влиять на центральную нервную систему ребенка, что там такого может быть. И открыли удивительное вещество, которое носит такое серьезное, на первый взгляд, название, как альфа-казазепин. Оказалось, что этот компонент, который получается в результате гидролиза, обычного молочного белка казеина, на самом деле имеет ключевое значение для полноценного функционирования нервной системы и прежде всего полноценного сна. Дело в том, что альфа-казазепин, попадая в наш организм, проникает в центральную нервную систему, связывается там с рецепторами гамма-аминомасляной кислоты. А это еще один очень важный расслабляющий нейромедиатор. Гамма-аминомасляная кислота, воздействуя на свои рецепторы в центральную нервную систему, вызывает успокоение, расслабление и самое главное, полноценный здоровый сон. Альфа-казазепин симулирует действие вот этой гамма-аминомасляной кислоты. Он связывается с этими рецепторами и проявляет вот это самое релаксирующее, успокаивающее и самое главное, полноценное снотворное действие. На самом деле, еще в 70-х годах была разработана фармакологическая группа препаратов, транквилизаторов, которые действовали именно через эту систему, через систему гамма-аминомасляной кислоты. Они вызывали мгновенный снотворный эффект, потому что это понятно, потому что они воздействуют на эту систему. Но сон был непостоянный, потому что это было искусственное чужеродное химическое вещество. Сон был быстрый, но очень короткий. Человек не восстанавливается. Потому что организм понимал, что это чужеродное вещество и старался отторгнуть фармакологическую субстанцию. Поэтому ее действие на полноценную фазу сна было очень коротким. И поэтому сегодня уже транквилизаторы бензодиазепиновой группы практически не употребляют, потому что они малоэффективны. Они дают очень быстрый эффект, но восстанавливающая сна не получается. А альфа-казизепин, который близок по своему строению к вот этим транквилизаторам, имеет природное происхождение, и поэтому организм воспринимает его как абсолютно свое вещество. И попадая в головной мозг, он вызывает полноценный длительный сон. Как у того самого ребенка. И вот с моей точки зрения, вот это вещество является очень инновационным. Но, однако, мы, когда разрабатываем инновационные продукты, мы никогда не говорим, о, вот это последнее открытие, нужно забыть все, что было раньше. Нет. В составе данного продукта вы еще найдете стандартизированные экстракты валерианы и пассифлоры, страццвета. Экстракты, опять же, стандартизированы по действующим веществам, произведенные компанией Финцельберг из Германии, компанией со 150-летней историей, которая занимается именно растительными экстрактами уже такое большое количество времени. Казалось бы, про валериану все слышали, про пассифлору меньше слышали, но тоже. Казалось бы, при чем тут инновационный продукт и экстракт валериана? А дело в том, что экстракт валериана тоже, оказывается, воздействует на систему гамма-аминомасляной кислоты. Но просто эффект ее очень маленький, потому что это природное вещество. Но в этом, кстати, и преимущество. Зато очень сбалансированный эффект. Нет вот этих похмельных синдромов после приема транквилизаторов. И когда мы вместе объединяем пассифлору, валериану, которая используется уже более 100 лет, и инновационный компонент гидролизат лактопротеина лактиум, мы вместе получаем очень эффективное воздействие на ключевую систему восстановления гамма-аминомасляной кислоты. Вот все, о чем мы здесь поговорили, это источники, встречающиеся в нашей повседневной пище. Если наша диета правильно сбалансирована, или если мы принимаем вот такие концентрированные продукты наподобие стресс-релив, мы должны понимать, что мы очень сильно укрепляем свою восстанавливающую систему. И любые стрессы, которые на нас будут воздействовать, конечно, будут вызывать нашу реакцию. И реакцию очень сильную. Но мы при этом понимаем, что восстанавливающая часть у нас в полном порядке. И что вероятность того, что мы восстановимся после активного стресса, будет гораздо выше. Вот, в принципе, в этом и все действия данного продукта. Это четвертое видео, и к которому мы осуждаем четвертый продукт. Любой продукт, человек прекрасно понимает, что витамины нам нужны каждый божий день, потому что пластические процессы идут постоянно. Они не идут раз в год. Понятно, что Beauty Sense – это продукт, который помогает нам выглядеть хорошо и гораздо медленнее стареть. Это очень важно. Возрастные процессы тоже, к сожалению, идут каждый божий день. Понятно, что я использую нейровижн в зависимости от уровня моих конгенсивных нагрузок. И понятно, что если ты постоянно зарабатываешь деньги головой, то это продукт для постоянного потребления. Что касается стресс-ролива. Смотри, вот многие, я уверена, пьют какие-то седативные препараты, снотворные препараты, или пытаются снять стресс с вокалом вина, или какими-то более крепкими напитками. Вот сочетание конкретно вот этого продукта и курс вот этого продукта для людей, которые начинают, хотят успокоиться, хотят привести свою нервную систему в порядок. На самом деле, прежде всего, нужно сказать следующее, что если нас уже очень сильно беспокоит проблема стресса, если мы уже в течение очень длительного времени плохо высыпаемся, чувствуем себя абсолютно раздражительными, чувствуем себя непродуктивными в результате того, что стресс жирает огромное количество нашей энергии, а именно так и происходит, то мы должны себе прежде всего ответить на вопрос, мы хотим серьезно решить эту проблему, или опять же на время ее как-то заглушить, решить какую-то текущую задачу, сдать какой-то там квартальный отчет, или там повысить какие-то продажи на текущем коротком периоде времени. Вот это, с этого все начинается, понимаете? Если вы себе говорите, нет, я уже не готов какими-то вот этими перехватами, какими-то временными решениями бороться с этой проблемой, хочу сделать что-то серьезное, вы должны вот успокоиться, желательно вообще куда-то уехать, задать себе вопрос, что я могу сделать с этим, если это так сильно уже мне мешает. И, как я говорил в самом начале, я должен, во-первых, задействовать сознательную часть своего организма, то есть начать потихоньку сознательно управлять стрессом. Что выбивает меня из колеи? Могу ли я это устранить из своей жизни? Так ли это действительно важно в моей жизни, или я могу от этого отказаться? То есть выработать свое сознательное отношение к стрессу и научиться управлять своими реакциями сознательно. Это первая часть. И, соответственно, если я это начинаю делать, то я начинаю это делать что? Постоянно. Правильно? Что касается стресс-релифа, это вторая часть, биохимическая часть. Я должен сказать себе, у меня, очевидно, существует дисбаланс возбуждающего действия и успокаивающего. Соответственно, я начинаю принимать данный продукт постоянно. Потому что мне для начала хотя бы нужно восстановить исходный уровень вот этих успокаивающих средств. Я начинаю принимать постоянно и смотрю за эффектом. Если в результате вот этих двух направлений я получаю результат, у меня включается обратная положительная связь. Я начинаю понимать, я вижу, как я влияю на процесс. Я вижу, что я стал себя чувствовать лучше. Я вижу, что я победил многие проблемы. И дальше уже ваша собственная импровизация. Во-первых, сознательное свое отношение к стрессу вы сохраняете и продолжаете развивать. А здесь вы можете, например, перейти на другую диету. Это, в принципе, вообще-то на самом деле это очень важно. Потому что возьмите любого человека, который страдает от стресса, и посмотрите, что он ест, и вы поймете, что во многом его проблемы лежат в тарелке. И поэтому никакой стресс-релиф, даже такой инновационный комплекс не поможет решить эти проблемы, если я не выработал еще правильное отношение к своему питанию. И вот из этих маленьких кирпичек начинается складываться это большое здание, которое носит название «Правильное отношение к жизни, к своему организму и управлению своими процессами». И наши инновационные продукты в данном случае играют роль, я бы так сказал, очень разумного и эффективного компромисса. У меня не всегда хватает времени на полноценное питание, у меня не всегда хватает времени на аутогенную тренировку и управление стрессом. Я тогда употребляю этот продукт в виде готового решения. Южа, спасибо большое за эти четыре замечательные содержательные беседы. Друзья, мы заканчиваем наше видео о флагманской линейке Сибириен Суперначал Нутришн. Это продукт, который мы очень гордимся. Это стопроцентно натуральный продукт, который мы создали, сотрудничая с ведущими мировыми нутрициологами. Будьте счастливы, будьте здоровы и пусть у вас все получается. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok